Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена изменениям, которые стали обязательны с 1 сентября 2024 года. И изменения эти касаются машины читаемых доверенностей и электронных цифровых подписей. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефон, адрес телеграм-контактов и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения вебинара или возникли какие-то другие технические накладки, вы можете спустя некоторое время обратиться на наш сайт. Вот его адрес. И соответственно мы выкладываем записи вебинаров. И вы можете посмотреть в удобное для себя время, в комфортной обстановке в тапочках на диване. И оно естественно можно просмотреть и другие материалы, которые вас заинтересуют. Мы будем очень благодарны. Также у меня к вам большая просьба. То есть если у вас возникнут по ходу нашей встречи какие-то вопросы, может быть какие-то уточнения, то мы будем рады обратной связи. Задавайте свои вопросы любым удобным способом. И если вопросы будут, например, в письменном формате или, например, по электронной почте, то в этом случае мы сможем ответить более подробно и уже касательно именно вашей ситуации. То есть более предметным. И если вас, естественно, будут интересовать какие-то конкретные моменты, то есть вы захотели бы послушать что-то более точно, более конкретно, какие-то разделы, то мы будем благодарны за обратную связь и надеемся на сотрудничество. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева-Калина. И мы с вами переходим к программе сегодняшнего вебинара. Это, как вы видите на экране, у нас сегодня, ну, во-первых, законодательные изменения, которые регулируют данную ситуацию. Во-вторых, мы, поскольку будем с вами смотреть на основе 1С ЗУП, то какие справочники, какие настройки там нужно будет изменить, какие нужно будет локальные нормативные акты изменить для того, чтобы отразить новые условия доверенности, выпуска доверенности. Ну и, естественно, немножко про сервис дополнительные отчеты. Это уже, так сказать, на закуску, сколько останется времени. Как будет происходить наше взаимодействие? Я буду переключаться вот таким вот образом. Вот сейчас буду переключаться на демо-базы. В основном мы, конечно, будем работать с вами по ЗУПу. Вот так вот сейчас делаем. И, естественно, я буду показывать то, что мы с вами обсудили в теоретическом формате. И после этого мы будем смотреть, как это выглядит уже на конкретной демо-версии. И, собственно говоря, что вам показалось в этом непонятном, какие вопросы у вас возникли, мы, естественно, к концу нашей встречи тоже постараемся обсудить. Итак, переключаемся с вами обратно на наши слайдики. И немножечко, так сказать, восстановим в памяти нормативные документы, которые сопровождали этот процесс. Ну, во-первых, истории балета, если можно так сказать, уже достаточно много времени. То есть это не вчера возникшая ситуация. И, собственно говоря, опираться мы будем на федеральный закон ФЗ-457. То есть о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. И конкретно, внесение изменений в федеральный закон 63 ФЗ об электронной подписи. Ну, немножечко напомню, что такое сама по себе электронная подпись, какие они бывают. Как мы знаем, существуют три вида электронной подписи. Простая электронная подпись ПЭП, которая сейчас уже редко используется. Усиленная неквалифицированная электронная подпись НЭП. И усиленная квалифицированная электронная подпись КЭП. То есть это подпись, которая нам знакома по многим документам. И, соответственно, она используется для подписи налогового органа. Ну, то есть ПЭП – это практически незащищенная разновидность подписи. Но чаще всего это какой-то логин и код, который сама программа сгенерировала. И, в общем-то, применяется это большим количеством людей. Не особо замороченных на правах доступа и так далее. НЭП, то есть усиленная неквалифицированная подпись. Она применяется только для документа оборота между частными лицами. Либо внутри фирмы, либо с внешними контрагентами. То есть вы можете вести какую-то переписку со своими партнерами. То есть обмениваться, например, коммерческими предложениями и какими-то аналогичными документами. В этом случае вы можете использовать НЭП – неквалифицированную электронную подпись. А вот КЭП – это максимально защищенная разновидность подписей. Значит, с точки зрения законодательства, эта электронная подпись аналогична собственноручной подписи автора доверенности. И, соответственно, возможности для применения у нее самые широкие. И, в общем-то, в электронном документе обороте она применяется. И, естественно, в машиночитаемых доверенностях. Ну, то есть это сейчас наиболее распространенный вид подписей. Еще немножко теоретических воспоминаний, так сказать. То есть для того, чтобы у нас в программе функционировала КЭП, нам необходимо пройти сертификацию. Причем сертификацию ФСБшную. Соответственно, ключи, данные владельца, ну, то есть все сведения содержатся в сертификате. И в этом сертификате мы, собственно говоря, можем отражать эту информацию только в том случае, если пройдена аккредитация в Минкомсвязи, то есть в Минцифре. Как только у нас начинает применяться КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись, мы можем работать с доверенностями, то есть с машиночитаемыми доверенностями. И в этом случае предусматривается незамедлительное уничтожение ключей электронной подписи ЭП по истечению срока их действия. Второе, что необходимо учитывать, это то, что продлено использование квалифицированных сертификатов представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 августа 2024 года. То есть вот совсем недавно срок этот истек и, соответственно, истек срок продления использования доверенностей без машиночитаемой доверенности. С 1 сентября 2023 года у нас прекратилась выдача сертификатов для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей. С этого момента, то есть с прошлого года, у нас обязательно применение МЧД, то есть машиночитаемая доверенность. И, соответственно, в этом случае у меня выпускается доверенность, плюс я могу сгенерировать это в программе 1С и уже использовать старые подписи я не смогу. Еще одно важное уточнение. Это иностранные электронные подписи могут быть признаны усиленными, если, например, у нас есть соглашение между участниками трансограничных сделок. То есть в ближайшее время налоговая служба у нас разместит методические рекомендации. И в этом случае мы будем уже четко понимать, что мы можем делать с машиночитаемой доверенностью. И, соответственно, сколько данная процедура будет стоить, если мы оформляем взаимодействие с белорусскими предприятиями. Также с 1 сентября прошлого года, 23-го, у нас началась выдача удостоверений, то есть электронных квалификационных сертификатов иностранным юридическим лицам. И, собственно говоря, физическим лицам-то у нас уже достаточно давно выдаются сертификаты, но требования к аккредитованному УЦ по размеру собственных средств, по размеру других параметров для того, чтобы им было получено разрешение выдавать квалифицированные сертификаты. Требования уже сточны и срок установлен на сертификаты до 12 лет. То есть не могут выдавать на срок до 12 лет такие сертификаты. Ну, как вы помните, у нас сейчас электронными подписями занимаются только налоговые органы. То есть у нас все, допустим, операторы ДКС, такие организации, учебные центры, такое право утратили. И, в общем, сейчас только налоговые органы могут выдавать такое разрешение, скажем так. Я специально на этом акцентирую внимание, потому что мы потом по ходу нашей встречи наткнемся на такую небольшую нестыковочку в журнале, где задается автор выдаваемого сертификата. И вот мне просто хочется, чтобы вы на это обратили внимание, потому что это информация, которая нам еще не раз пригодится. Еще один момент касается срока действия подписей. То есть изначально у нас сроки были ограничены 31 декабря 2022 года. Затем у нас был принят федеральный закон, который продлил их действия до 31 августа 2023 года. То есть таким образом КЭП, который получили сотрудники, можно использовать для подписания документа без самой доверенности. То есть это вот тоже важный факт, обратите на него, пожалуйста, внимание. Ну, собственно, вот на экране вы видите небольшую экскурсию по времени, что когда у нас происходило на законодательном уровне. И, соответственно, когда можно было использовать старый порядок, когда начал действовать новый порядок, то есть 31 августа. Но с 1 сентября у нас уже прошел этот срок. Мы имеем право использовать только машиночитаемые доверенности. То есть старый порядок стал уже без доверенности работа недействительным, но здесь есть такая тонкость. То есть если у нас выпускаются новые сертификаты, то у них особый порядок кодирования, если можно так сказать. И, соответственно, использовать старый вариант для новых документов уже у нас не получится. И еще немножко нормативной информации. Ну, поскольку вот эти требования у нас уже, как вы видите, датированы 2020, 22, 23 годами, то сейчас уже работа с машиночитаемыми доверенностями, с электронными подписями, с электронными доверенностями, уже, конечно, не новость, скажем так, не горячие пирожки. Но, тем не менее, вопросы все равно возникают, поэтому мы рассматриваем действующие сейчас правила. То есть по действующим сейчас правилам у нас должны быть машиночитаемые доверенности, то есть доверенности в электронном формате. И если мы, например, подписываем какую-то регламентированную отчетность, ну, то есть отчетность сдаваемую в официальные фискальные органы, то мы должны применять электронные доверенности, если мы используем их уже определенного формата 5.02. Это у нас с вами официальное требование, то есть обоснованное законодательными актами. И у нас был переходный период, по которому формат 5.01, вернее, у нас было разрешено использование его, ну, так сказать, в переходный период. А после этого периода у нас уже использовались только машиночитаемые доверенности. И вот вы видите сейчас у меня на экране список, собственно говоря, нормативных документов, которые регулируют именно такой порядок работы. На самом деле вот список законодательных актов нам нужен в том случае, если мы, например, в учетную политику вносим изменения, как вы знаете, к учетной политике прикладываются бланки используемых, там, допустим, отчетов, счетов, ну, то есть дополнительная информация. И в этом случае мы должны поставить отметочку в нужном подразделе. Мы выбираем отметочку вот таким образом. И после этого, значит, мы можем уже спокойно работать с машиной, читаемыми доверенностями. Ну и, собственно говоря, больше не не заморачиваться условиями оформления таких электронных подписей. И наши сотрудники смогут, в общем-то, с помощью квалифицированной КЭП, УКЭП подписи, оформлять документы, ну, например, машиночитаемой доверенности. И здесь у нас с вами нужно еще напомнить два определения. То есть для МЧД машиночитаемой доверенности у нас введены понятия доверителя и представителя. Ну, собственно говоря, это тоже не первая дата, когда эти определения у нас возникли, поэтому я не буду подробно на них останавливаться, только вскользь мы их, так сказать, заденем. Ну, на самом деле здесь у нас с вами возникает вопрос вот в чем, что, естественно, все конфигурации 1С собственно поддерживают такой порядок и порядок работы с машиночитаемыми доверенностями. И во всех конфигурациях реализована возможность и подавать новые заявления, например, на новые доверенности и учитывать сроки действия МЧД со старыми подписями. Значит, что принципиально новое отличается, чем отличается новый порядок. То есть с 1 сентября 2024 года можно подписывать какие-то документы, то есть отчетность, декларация, обмен письмами только с использованием машиночитаемой доверенности. То есть у нас с вами сделан сертификат на руководителя и от имени руководителя оформлена машиночитаемая доверенность на каких-то уже ответственных сотрудников. То есть, ну, чаще всего, конечно, бухгалтера, но это могут быть и кадровые работники, и бухгалтера, и финансовые работники. Если в нашей организации согласно учетной политике право подписи имеет только руководитель, то есть не предусмотрена, например, вторая подпись бухгалтера или финансового директора, то в этом случае нам, в общем-то, оформлять МЧД не нужно, потому что у нас на этого сотрудника оформлена с помощью КЭП доверенность электронная, и она действует, естественно, и на сдачу отчетов финансовых, налоговых и на использование каких-то новых, может быть, обновленных форм регламентированной отчетности. То есть в этом случае мы можем спать спокойно. А вот если какие-то сотрудники после первого сентября у нас попытаются использовать старые доверенности, то будет вот такое предупреждение, вы видите на файлике, на сканокопии текст предупреждения, то есть программа на вас ругаться будет и сообщит вам, что тип подписи, какая конкретно подпись, устарела или там не соответствует действительности и, соответственно, попросит от вас подтвердение вашего права на работу с этими документами. Ну и, собственно говоря, вот такие предупредительные действия выдаст. На самом деле это, конечно, немножко улучшает ситуацию, но, тем не менее, от использования машины читаемых доверенности не освобождает. Если программы, если мы используем 1С программы, например, 1С, любая конфигурация зарплата, управления, допустим, производственным предприятием, ну, то есть, любой конфигурации, то в этом случае у нас есть возможность бесплатно использовать сервисы по 1С отчетности. И, собственно говоря, здесь еще нужно учитывать вот что. Если у нас мы будем осуществлять взаимодействие с государственными информационными системами, ну, то есть, если оператор ГИС, государственная информационная система, утвердил собственный сертификат доверенности, то, значит, в этом случае мы используем доверенности, которые... Ай, извините, убежала вперед. Мы используем доверенности, которые у нас уже есть. А если у нас доверенности еще мы не использовали, то есть, например, машины читаемые доверенности нам не требовались до сих пор, то, как обычно при работе с конфигурациями 1С, нам необходимо выполнить активацию дополнительных функциональных опций. То есть, нам для создания МЧД необходимо перейти в раздел уведомления сервиса 1С отчетность, ну и нажать кнопку создать. В этом случае, после того, как мы выбираем организатор, организацию, ну то есть, заполняем шапку документа, то у нас появляется возможность открыть папочку МЧД, то есть, машины читаемые доверенности, где конкретно внесены доверенности, и вы уже можете добавлять новую. Сейчас мы с вами смотрим это на конфигурации, и я попутно расскажу еще несколько слов, вот о чем. Так, вот у нас с вами конфигурация ZOOP демо, то есть, зарплата управления персоналом, демо-версия. В чем здесь дело? То есть, конфигурация ZOOP у нас полностью в, ну как бы, в полном, в объеме, в полном составе входит в такие конфигурации, как 1S ERP, 1S ERP управление холдингом, и, собственно говоря, поэтому работа с ними достаточно похожа. Единственное, что, ну, может немножко компоновка интерфейса отличаться. Значит, если мы с вами открываем раздел 1S отчетность, то в этом случае мы с вами выбираем вот из верхней панельки меню результат уведомления. В этом случае у нас открывается вот такое диалоговое окно, и мы можем создать, как вы видите, вот разные виды уведомлений. А в нашем случае это, вот он, этот разделчик МЧД, машиночитаемая доверенность. И здесь мы можем выполнить вот такие действия, то есть направить заявление об отзыве, составить само, само заявление на саму, на саму доверенность, допустим, машиночитаемая доверенность для налоговых органов, и уведомление о предоставлении полномочий представителю. Например, мы представителя выбираем единый социальный фонд, ну, то есть, например, бывший ПФР или бывший ФСС, мы предоставляем ему возможность, например, для работы с конкретными вашими отчетными формами и прекращаем, допустим, его полномочия в связи с окончанием проверки, например. Значит, я еще раз показываю, как мы с вами оказываемся вот в этом разделе. это у нас раздел отчетность и справки, и мы с вами идем в блок 1С отчетность, я обращаю внимание, именно это блок 1С отчетности, и такой блок у нас есть практически во всех конфигурациях, и в ERP, и в ERP-UH, то есть мы открываем блок 1С отчетность, и вот мы здесь видим верхняя панелька ссылок, и, соответственно, если я выбираю ссылку уведомления, то в этом случае так, сейчас я позакрываю ненужные мне вещи, то в этом случае я попадаю в журнал виды уведомлений, и смотрю, выбираю из того списка, который здесь представлен, я выбираю то, которое мне необходимо, то есть МЧД, и, например, на МЧД выпускаю ее, или выпускаю уведомления о том, что она прекращает полномочия, ну, то есть вот, например, машина читаем доверенность, заходим в бланк, и здесь, собственно говоря, поскольку это уже достаточно давно адаптированная, функция, то есть мы с машиночитаемыми доверенностями работаем уже практически, ну, два года так точно, то в этом случае, значит, номер доверенности мы отправляем, ну, вот, например, я поставлю один, естественно, дата выдачи, если выдается доверенность каким-то конкретным сроком, то есть выдаются доверенности на срок один день, три дня, пять дней, четырнадцать дней, месяц, ну, то есть на тот срок, который требуется, при этом у меня есть ссылочка расширенная настройка, я могу через эту ссылку перейти вот в такой, такой диалоговое окно и задать дату окончания доверенности и, соответственно, сохранить такую настройку. И здесь у меня есть возможность без указания даты окончания доверенности, в этом случае я должна проставить здесь чекбокс и указать конкретный срок, то есть не принятый в законодательных документах срок, а именно тот, который у меня будет для, например, машиночитаемой доверенности на конкретное, на конкретное действие, ну, например, для работы с таможней. И дальше у нас с вами есть поля, которые имеют красное подчеркивание, это поля обязательные для заполнения и есть поля, где у нас такого подчеркивания нету, но, тем не менее, при заполнении любых документов, которые мы имеем в конфигурациях в любых, нам необходимо заполнять полностью всю информацию, которую мы видим, то есть не через строчку перескакивать, а подряд то, что мы видим. Значит, естественно, мы заполняем название организации, это наши данные, кто с нашей стороны, например, выпускает, кто является представителем, то есть данные на того человека, который будет представлять организацию, на которого будет выписана машина, читаемая доверенность. Обратите внимание, налоговый орган-получатель, то есть вот здесь мы указываем код налогового органа, и у нас есть возможность выбрать этот код из классификаторов. Соответственно, классификатор это другой справочник, который мы заполняем в 1С и собственно говоря используем его при заполнении учетной политики. То есть мы выбираем кодировку налогового органа, и в этом случае она у нас будет отражаться и в доверенности, и в других документах, например, если брать во внимание торговую деятельность, то в этом случае будет отражаться на документах, например, реализации ссылка на доверенность и на того человека, того сотрудника, на которого он выдал, на которого выдана доверенность. Как вы видите, здесь достаточно много сведений по представителю, который мы должны заполнить и без которых программа нам не даст возможности сохранить данный документ. и после того, как мы аккуратненько прошли по всем сведениям, то есть все заполнили, заполнили налоговый орган, соответственно, четырехзначный номер, то мы можем уже, мы сохраняем, естественно, так, так сделаем, сохраняем всю информацию, которую задали, и вот здесь мы можем сразу перейти, выгрузить эту доверенность и в электронном виде отправить ее в налоговую. Ну, как вы видите, здесь я сейчас не смогу это делать, потому что у меня демо-базы нету доступа к электронной отчетности, к электронному документообороту. так, вот мы считаем, что мы здесь все сделали, все у нас правильно и все хорошо, и я могу выгрузить, то есть, видите, мне сейчас программа будет ругаться выгрузку, она мне не даст проверить, пока я не заполню все необходимые строчки, всю необходимую информацию. Вот после того, как я заполню всю необходимую информацию, у меня эта доверенность сохранится в журнале доверенности, и я в любой момент могу ее распечатать, могу изменить статус, ну, то есть, сделать те движения, которые необходимы. И могу отозвать, то есть, кроме того, что я могу выдать доверенность, я могу отозвать эту доверенность, но напоминаю, что для таких действий, естественно, должны быть локальные нормативные акты, то есть, приказ, соответственно, документ, который фиксирует на основании чего, я отзываю доверенность, и уже только после этого я могу саму доверенность отправить отзыв на конкретное, на конкретную фискальную организацию, вот выговорила. Значит, здесь для нас еще что важно, что практически во всех конфигурациях вот эта вот возможность работы с машиной читаемой доверенностью достаточно похожа. Так, нет, мы отвечаем, что мы не готовы, то есть, мы можем переходить вот по этим ссылкам, и, например, вот сейчас мы возьмем для примера конфигурацию, откроем демо-база ERP. То есть, это мы с вами говорили про машиночитаемые доверенности и электронно-цифровые подписи, которые мы можем активировать в конфигурации зарплаты управления персоналом, например, в конфигурации ERP, то есть, в обычной ERP, у нас машиночитаемые доверенности располагаются и в настройках, то мы можем там создать, и в дополнительных разделах, то есть, например, вот у нас раздел регламентированный учет, вот здесь у нас есть раздел 1С отчетность, и вот у нас точно так же есть меню уведомления, то есть, то, что мы с вами только что смотрели на базе зупа, но здесь, кроме расположения в этом блоке, у нас есть блок продажи, и здесь мы можем работать с машиночитаемыми доверенностями, есть блок закупки, где мы тоже можем работать с машиночитаемыми доверенностями, ну и, собственно, точно так же, как в блоке зарплата и кадры, у нас есть с вами блок 1С отчетность, в котором мы, соответственно, вот с вами и выполняли эти действия, то есть, пункт уведомления, и мы там выполняли необходимые шаги для машиночитаемой доверенности, а вот сейчас я перешла в раздел 1С отчетность, в общий журнал, и у меня возник вот такой вот рекламный баннер. Что это такое? На самом деле, это сервис 1С отчетность, то есть, у нас есть блок 1С отчетность, который включает журнал отчетов, уведомления, личные кабинеты и так далее, и есть сервис 1С отчетность, то есть, сервис 1С отчетность у нас дает возможность напрямую обмениваться информацией, то есть, например, посылать письма, посылать какие-то конкретные отчеты не только в налоговый органах, но, как вы видите, СФР, служебные приставы, то есть, вот перечень тех фискальных органов, с которыми сервис 1С отчетность позволяет напрямую взаимодействовать. Ну, поподробнее почитать можно по вот этой гиперссылочке, значит, поподробнее посмотреть, что позволяет это, этот сервис, в общем, программа себя хвалит со всех сторон, и подключиться к ней можно тоже несложно, используя вот такую кнопочку, даже не прибегая к помощи технических специалистов, то есть, например, айтишников, ну, как везде у нас с вами есть то, что мелким текстом, то есть, так сказать, ложка дегтя. То есть, этот сервис 1С отчетность, кроме того, что он позволяет делать кучу очень полезных и заманчивых операций, он платный. То есть, если у вас подписка ИТС проф, то в этом случае вам бесплатно можно подключить к сервису только одно юрлицо. Значит, если у вас подписка ИТС Техно, то в этом случае права на бесплатное подключение у вас вовсе нету, но, скажем так, поскольку стоимость подключения достаточно дружественная, то в этом случае у вас возникает только вопрос, что какое у вас количество юридических лиц в вашем компании, в вашем холдинге работает. Ну и, соответственно, в этом случае вы за все свои эти дополнительные юридические лица должны будете заплатить денежку, чтобы иметь возможность подключить 1С отчетный. А для чего нам нужна такая отчетность? То есть сервис это понятно, у нас вот здесь перечислены все возможности формирования рекламентных отчетов и так далее. Ну и, собственно говоря, с этим блоком мы уже давно достаточно знакомы. А вот один отчетность не блок, а именно сервис, что нам, для чего он нам нужен, кроме того, что мы прочтем в рекламном баннере. А вот здесь возникает самый интересный момент. И я сейчас его покажу не на зубе, то есть не на конфигурации зуб, а на конфигурации ERP управления предприятием. Но мы с вами помним, что поскольку блок практически в полном объеме включен в ERP, то есть зуб проф включен в полном объеме в ERP, то соответственно такие же требования будут предъявляться и по зубу. просто в ERP нам будет удобнее это показать. В разделе регламентированный учет у нас с вами есть возможность работать с блоком 1С отчетность. И сейчас у нас появился вот такой вот раздел работа с единым налоговым счетом. То есть здесь все достаточно тоже уже привычно, потому что этот блок работает уже практически в этом году полностью он работает, а в прошлом году не с начала года, но уже блок полноценно работал. И в этом блоке работа с единым налоговым счетом, то есть кроме того, что мы составляем уведомления, ну и все дети с уведомлениями, у нас появился вот такой пункт личный кабинет. Пункты личные кабинеты у нас есть и в блоке 1С отчетность, то есть вот видите, тоже личные кабинеты, но здесь личный кабинет единого налогового счета, то есть он не такой, как вот эти личные кабинеты. И у меня естественно сразу текут слюнки, потому что реально кабинет очень удобный, и я кидаюсь подключаться к нему, в этом случае все, я выбрала организацию, что я хочу одно свое юрлицо подключить вот к этому сервису, и мне программка выдает, а ничего не получится, то есть в этом случае я должна подключить сервис 1С отчетность, то есть тот сервис, про который как раз я только что говорила, и мы смотрели его рекламный баннер, а вот для того, чтобы его подключить, я пробую, что я сейчас на все согласна, я хочу сервис, личный кабинет единого налогового счета, и у меня вот появляется такой интерфейс, то есть опять появляются блоки с красным подчеркиванием, это значит, что я когда заводила сведения в программу, я халтурила в общем-то направо и налево, то есть я заполняла только сведения, которые без которых нельзя, а всю попутную информацию я игнорировала, то есть у меня не внесен номер программы, у меня не внесен ОГРН, у меня не внесен руководитель, который имеет право без доверенности работать, ну, представлять предприятие, то есть это вся информация, которую мне надо в режиме ручного редактирования заполнять сюда, либо возвращаться в раздел первоначальной настройки и там вводить дополнительную информацию, а второй момент, ну, допустим, хорошо, я все заполнила в ручном режиме, и вот как раз таки здесь я сталкиваюсь с необходимостью машинно-читаемых доверенностей или оформления КЭПа, то есть электронных подписей. Помните, я обращала ваше внимание на то, что у нас по производству, по выпуску электронных подписей сейчас работают только налоговые органы. Вот именно здесь зарыта такая небольшая нестыковка, то есть у нас сертификат электронной подписи при наличии программы 1С, при наличии возможности обмениваться, допустим, 1С и налоговые органы, я могу заказать и выпустить электронную подпись через вот эти сервисы, но здесь у меня, например, если я хочу издать электронную подпись на нового сотрудника, то есть создать сертификат подписи на нового сотрудника, вот издать новый я выбираю, то у меня получается доступен выбор либо в инспекции ФНС, либо аналитический центр, но как мы с вами поговорили в самом начале, у меня функции всех учебных центров, там допустим, функции других выпускающих органов прекратили свое существование уже достаточно давно, еще в позапрошлом году, и теперь у нас всегда должен стоять выбор вот таким образом, и если я попытаюсь использовать управляющий центр, то мне программа ругнется, что извините, уже давно, вы в каком веке живете, уже давно ситуация изменилась, естественно, я в этом случае виноват, дурак, исправлюсь, говорю, и перехожу в ФНС, в ФНС, ну, естественно, здесь я могу по ссылочкам берите посмотреть, то есть, то, что мне нужно сделать для получения сертификата и так далее, но вот такая ситуация у нас сейчас сохраняется, и то же самое я могу в отношении подписи для ЭДО, то есть, я могу вот здесь поставить флажок, и в этом случае у меня электронная подпись ЭДО тоже будет подключена, подключена, вот я смотрю, у нас какие-то уже возникли вопросы, так, скажите, пожалуйста, по поводу 1С-отчетности, если ведется учет по двум и более организациям и подписка ИТС-ПРОФ, можно ли для обмена с СФР по одной организации использовать СФР-отчетность, а по остальным организациям использовать стандартные функции обмена с использованием сертификатов в разделе кадр-пособия, то есть здесь у нас вот такая ситуация, мы можем, если у нас несколько организаций, ну, например, у вас холдинг, у вас там немедленно организация, например, предположим, штук 10, то вы можете для какой-то организации, ну, головной организации, например, выбрать при наличии подписки ПРОФ, вы можете выбрать сервис 1С-отчетность, то есть подключение напрямую к налоговым органам, а все остальные использовать по старой схеме, но, если вы хотите, то вы можете использовать и не только одну организацию, какую-то, например, головную или центральную, но и за денежку подключить к такому же варианту, то есть к прямому обмену с налоговыми органами, вы можете подключить и другие ваши юридические лица, и, собственно говоря, это будет не очень дорого стоить, потому что вот здесь у нас есть такая гиперссылочка, называется тарифы, она есть и в зупи, и в ерпи, ну, то есть во всех практически конфигурациях это будет одинаково выглядеть, то есть если мы переходим по этой ссылочке, то мы здесь будем сейчас видеть вот такая картинка, то есть сколько денежек мы вынуждены будем заплатить за применение сервиса 1С отчетность, вот, например, сейчас я закрою вопрос, и вот здесь вот мы с вами сможем посмотреть, например, на один год стоимость, на два года стоимость, то есть как вы видите на один год стоимость порядка 3600 рублей за год, если делим на 12 месяцев получается очень даже дружественная сумма, и на всякий случай вот у вас напоминание, что, какую конкретную отчетность, какими фискальными органами вы можете сдавать, и собственно говоря, вы можете подключить этот сервис за денежки уже дополнительно, на все ваши юридцы, то есть бесплатное подключение при профподписке вам доступно, если у вас подписка ИТС Техно, то у вас бесплатного подключения не предусмотрено, но вот за денежки, как вы видели, здесь сумма указана, допустим, на годовую подписку, на подписку за два года, вы можете использовать этот вариант и подключить дополнительные сервис, дополнительный этот сервис, так же, как любые другие, как, например, проверка контрагента, вот, но надо сказать, что именно вот этот сервис, 1С отчетность, он очень комфортный именно для работы с единым налоговым счетом, с кабинетом единый налоговый счет. И, в общем-то, ну, это, пожалуй, сейчас, в данный момент, единственная изюминка, которая, которая позволяет компаниям вот получить дополнительные льготы, скажем так, ну, не льготы, но дополнительные комфортные условия работы. Сейчас я здесь выключу. это у нас вот таким образом, нет, мы не сохраняем данные, потому что я ничего не заполнила. Вот, то есть это мы с вами говорили, я напоминаю, про сервис 1С отчетность. Мы его можем найти в разделе регламентированный учет или сейчас переключимся на на зуб. То есть, соответственно, в этом случае мы тоже имеем блок 1С отчетность, например, вот в зарплате. А вот здесь вот, значит, обратите внимание, то есть у нас есть кабинет сотрудника, сервис в 1С, то есть это сервис, который позволяет сотрудникам получать справки, ну, то есть какие-то выписки, например, расчетные листки, не прибегая к помощи бухгалтера. То есть, в этом случае ему бухгалтер не нужен, он может зайти сам и почитать то, что ему необходимо получить нужный документ. А, соответственно, если мы с вами говорим про сервис 1С отчетность, допустим, так сделаем, здесь у нас тоже с вами есть кабинет сотрудника, и если мы с вами переходим в блок отчетности, мы с вами переходим в раздел отчетность, то вот у нас блок, который конкретно 1С отчетности, мы попадаем в такой же блок, как вы есть и в других конфигурациях, вот он, то есть то, куда мы с вами ходили, где мы с вами смотрели уведомления, где состоится, создается журнал отчетности, просто в нашем случае это демо-база, поэтому он не заполнен, ну вот я могу естественно выбирать. И та же самая история, как мы смотрели на ERP-шном блоке, если я перехожу в блок уведомления, сейчас у меня сработает не так быстро. Это, чтобы у меня здесь был хоть какой-то этот, хоть какой-то отчетик был, допустим, вот, что я хочу создать отчетность. по сотрудникам, не вижу, где она у меня. А, ну, то есть мы через уведомления с вами смотрели машину читаемой доверенности, вот мы дат-док с вами посмотрели уже. А через кнопочку, так, это мне интересует, через кнопочку создать, я создаю обычные регламентированные отчеты, правки, ну, например, справку для налогового вычета хочу создать. Организация, пульпульк, моя главная организация, и, ну, вот, к сожалению, я не успела создать какие-то конкретные отчеты, чтобы здесь у меня была возможность создать какие-то документы. Вот, сохраним ее на всякий случай быстренько. вот так, то есть у меня теперь появилась целая запись, которая мою иллюстрирует деятельность, и, собственно говоря, я в этом случае личный кабинет, который мне здесь доступен, вот я вижу здесь личные кабинеты, и могу, соответственно, точно так же выходить в эти личные кабинеты. Так, мы с вами сейчас вернемся в наши слайдики, и я еще вот на чем хочу остановиться. То есть, как вы знаете, у нас, в общем-то, ужесточились правила не только касательно подписей и машиночитаемых доверенностей, то есть, у нас достаточно жестко изменились требования к составлению отчетности, к подаче отчетности, и в этом случае у нас не только давно привычные отчеты, которые мы сдаем налоговые органы в СФР, то есть, там, допустим, по персонифицированному отчету, но и отчеты в службу занятости и в службу статистики. Соответственно, и занятость, и статистика применяют страстные санкции уже реальные, причем, если, допустим, служба занятости, ну, как бы, применяла штрафные санкции, но не особо активно, то статистика, та же самая история со статистикой, у них вообще некоторое время требовалось просто не забыть подать отчетность, то есть, звонили и говорили, но вы же хоть по электронной почте подайте сведения, то сейчас таких уже ситуаций не возникает, и вам без всяких предупреждений приходит постановление о наложении, например, штрафных санкций, и штрафные санкции достаточно существенные, то есть, например, статистика, она выпустила в начале этого года перечень целый достаточно большой отчетов, которые необходимо сдавать, то есть, если ваше предприятие попало под выборку, то вы должны сдавать определенный ряд отчетов. Для того, чтобы не пропустить сроки сдачи этих отчетностей, вам лучше всего зайти на сайт статистики и по вашему ИНН проверить, под какой отчетность, под сдачу какой отчетности вы попали. И, естественно, не нарушать этих сроков, потому что иначе нарываетесь на штрафы на первый раз это до 70 тысяч, а при повторном правонарушении это до 100 тысяч, до 150 тысяч. И точно такая же инициатива теперь у нас касается службы занятости, то есть, если вы по сотрудникам подаете отчетность, но не уведомили, например, службу занятости, то вам тоже грозят штрафные санкции. И вот я сейчас выведу на слайдик, какие конкретно штрафные санкции. То есть, вроде бы, они кажутся не такими драконовскими, как, например, статистика или как воинский учет, но, тем не менее, если мы нарушили сроки для центра занятости, то нам вот такие штрафы грозят и на юридическое лицо, и на его директора, то есть, на должностных лиц и на компанию. И здесь у нас есть сайт онлайн инспекция.rf, это достаточно новый сайт, на нем размещают информацию Роструд, и, соответственно, вы можете туда зайти и посмотреть все, что касается штрафных, например, санкций за недачу отчетов в центры занятости населения. Вот. На этом вот мы, к сожалению, уже время у нас подошло к концу. Мне хочется вернуться к началу нашего, к началу нашей встречи, показать наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграмм, контакты и адрес сайта. И еще раз пригласить вас к сотрудничеству. У нас богатый опыт взаимодействия с разными конфигурациями, с разными структурами, то есть от самых маленьких до самых больших, то есть управление холдингом, например. Вот. И мы приглашаем вас к сотрудничеству. К сотрудничеству надеемся, что мы сможем оказаться вам полезными. А на этом разрешите поблагодарить вас за внимание, за уделенное нам время и надеемся на новые встречи. Всего доброго, хорошего вам дня. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова